Мертвая жизнь Она стояла и не знала, что же будет дальше, да она и не хотела знать. Здесь так красиво, думала Люба, осматривая свою деревню. Неужели это конец? Ведь именно здесь я начинаю чувствовать, что живу. Люба готовилась к выпускному. Ой, эти милые хлопоты, это так здорово, бегать по магазинам, выбирать что-то, что сделает тебя самой красивой на этом вечере. Она уже купила платье небесно-голубого цвета, ее любимый, подобрала к нему туфли и даже выбрала прическу. Ну разве что осталось найти сумочку, и образ будет идеален. И вот наконец настал этот счастливый день. Любашка была очень красива. Конечно, каждая из девушек в этот день по-своему прекрасна. Хотя нет, в каждые из дней своей жизни. Вечер был незабываемым. Танцы, улыбки, столько счастья в глазах уже бывших одноклассников. Этот день, он никогда не забудется. Но ведь спереди еще рассвет. Наверное, этот свой первый рассвет взрослой жизни ждут все школьники. И тут Витька, самый заводной парень в классе, выдал такую идею, которая просто повергла все в шок. А давайте махнем рассвет встречать на кладбище. Все посмотрели на него, будто он сошел с ума. И просто сам не понимает, что он говорит. «Витек, ты это, перепил походу», – сказал ему Генка и все засмеялись. «Не, ребят, я серьезно. Вы только представьте, как это оригинально. Я уверен, что до нас никто и не додумывался до этого». «Так, конечно, такой ты у нас дурак только один», – съязвила Маринка. «Ребят, а я думаю, что это было бы здорово. Давайте и правда поедем туда». «Хорошо, Люб, теперь вопрос в другом. На чем?» «Витька просто был бы не Витька, если бы не вышел мгновенно из этого положения. Так у нас же автобус есть школьный. А Николков он как раз не пьет. Будет кому отвезти и даже привезти обратно». Все поперешептывались еще около минутки и решили, что поедут. «А что такого?» «Эх, и почему люди так любят что-то мистическое? Никогда, наверное, этого не понять. Тут все и началось, а может и закончилось». Благополучно доехав до места, толпа вывалилась из автобуса, все так же весело смеясь, крича и совершенно не думая о том, что мертвым может это не понравиться. «У-у-у, как зловеще выглядит кладбище ночью!» Таинственным голосом произнес Витек. «Боитесь, смертные?» «Вить, хорош, а! Сейчас закопаю где-нибудь. А что? Место подходит». По кладбищу пронесся веселый хох от выпускников. До рассвета осталось не так уж и долго. Решили по кладбищу побродить просто от скуки. И тут над кладбищем раздался тихий, еле слышный стон. Все резко обернулись и увидели Любу, которая смотрела на одну из могил безумным взглядом, показывала пальцем на надгробие и вся тряслась от ужаса. Тогда взгляды выпускников устремились на это надгробие. На фотографии была Люба. Все были в недоумении. «А это еще что? Как так?» И тогда Генка сказал. «Всем спокойно. Ну просто похоже девушка на Любу. Но ведь всякое в мире случается. О, вон уже и солнце всходит. Так что рассвет встречен. Домой поехали». Домой все ехали тихо. Каждый думал о чем-то своем. Все-таки неожиданно выглядела эта могила. Витька еще пытался пошутить, развеять обстановку. Но всем было уже не до смеха. Люба же вся дрожала. Из ее глаз стекли слезы. Если сказать, что она была дико напугана, это ничего не сказать. Ее мысли витали сейчас где-то далеко. Она и сама не понимала где. Наконец выпускники вернулись к школе. Петруха поставил автобус на место и все побрели по домам. Когда Люба пришла домой, она сразу же пошла в свою комнату. Из последних сил стянула с себя платье и в беспамятстве упала на кровать. И снится ей сон. Видит Люба, впереди идет девушка. Да не идет, а еле-еле ковыляет куда-то вперед. Вся потрепанная, в крови. Волосы спутанные и плачет. То и дело слышно, как она всклипывает. И видно, как дрожат ее пречи. «Какое знакомое платье? Где я его видела, не понимаю». Задавала сама себе вопросы Люба. «Оно так похоже на мое, но все в крови, в грязи и ничего не разобрать. Как же меня пугает все это». Она решила догнать девушку и спросить, что с ней случилось. Нужна ли ее помощь? Почему она плачет и куда идет? Но догнав ее, Люба просто потеряла до речи. Это была она. Тогда Люба начала отступать назад, не понимая, что это происходит и как она видит себя в таком ужасном состоянии. Она уже хотела развернуться и убежать. Убежать как можно дальше от этого места. Как вдруг девушка повернулась к Любе, посмотрела на нее пустыми глазами и взяла за руку. Люба оказалась на той самой дороге, которая ведет на кладбище, где всего каких-то несколько часов назад ехал автобус со счастливыми выпускниками. Как же она хотела сейчас оказаться слепой. Она увидела то, что повергло ее в ужас. И она стояла и плакала, вспоминая то, что случилось на самом деле. Перед ней во враге лежал автобус. Он горел. И было понятно, что может взорваться в любой момент. Из автобуса выползали люди. Да, это были ее бывшие одноклассники. Но они все горели. Они страшно кричали и просто умирали у нее на глазах. А Люба не могла поверить в это. Она повернула голову на вторую себя. И увидела, что у той тоже текут слезы. Вдруг она всхлипнула и отвернулась. А Люба наоборот. Снова взглянула на автобус. В этот момент он взорвался. И унес с собой жизнь не всех, кто так радовался в этот день. Когда выпускники ехали с кладбища, то все смеялись. Вот он. Первый рассвет. Новая жизнь. Но они не доехали до дома. Отказали тормоза в стареньком автобусе. И он упал во враг. Говорят, что и по сей день ходят их неуспокойные души по деревне. Они приходят домой. К школе, в которой раньше учились. А каждый год на кладбище можно услышать счастливый смех этих ребят. А призраки ведут себя как живые, будто и не знают ничего. Будто просто продолжают жить. И только Люба поняла всю правду. Но ей от нее не становилось легче. Она стояла и не знала, что же будет дальше. Да она и не хотела знать. Здесь так красиво, думала Люба, осматривая свою деревню. Неужели это конец? Ведь именно здесь я начинаю чувствовать, что живу. Мертвые спасли. В 2014 году на майских праздниках побывала с мужем и отцом в деревне Часлова в Рязанской области. Там выросли моя прабабушка, бабушка с дедушкой и отец. Я люблю там бывать, хоть и бабушки с дедом уже нет. И из старых местных жителей осталось совсем мало, 2-3 человека. С одним из них мне довелось посидеть за одним столом с чашкой чая. И задев тему мистики, я от него услышала невероятную историю, которую мой папа, сидевшись с нами, подтвердил. Ему же обо всем рассказала бабушка, его мама. Тот, кто мне это рассказывал, навел шума на деревню в то время. И вся деревня чесала языками произошедшим. Того самого старого жителя деревни зовут Валентин Ефимович. Именно не скрываю, какой смысл. Тогда ему было около 85 лет. Он рассказывал историю, которая произошла с ним, когда он еще был молодой. Но насколько молодой, он уже не помнит. Ну и сама история со слов Валентина. Я помню, темнело уже. Иду тогда в соседней деревне Мамасева. Девушка моя там жила. Судя по тишине, время 10-11 вечера было. Так как все работяги деревенские в 9 или в 10 уже спали да похрапывали. А у нас между деревнями через лес меньше километра пройти надо. Иду и слышу шелест в лесу. Сучки сухие ломаются. Оглядываюсь и не вижу ничего. Знаю о том, что в лесу у нас живности много. Кабаны, волки, лоси и прочие твари божьи. Но они в глубине леса обычно. Близко к деревням не ходили. Только зимой, когда голодно им. А тогда лето было. Поэтому я отгонял мысли о плохом, пока рычания не услышал. Понял, что волк. Неподалеку, в подлеске от деревни. Осталось совсем чуть-чуть. Как чувствую, хватает меня за икру черная тварь. Я упал. Вот тогда и крикнул, что мочи было. Перевернулся ногой дергаю. Волк хотел на меня сверху прыгнуть. На долю секунды отцепился от ноги. И я отпрыгнул за ворота кладбища. Попытался на ноги встать. Да так больно стало, что рухнул. Сижу на опе и мысль. Ну все, отжил свое. Щурясь и тяжело дыша, жду атаки. И обращаю внимание, что волк у ворот стоит. Топчется. Куда-то в сторону смотрит. А рядом сзади еще двое мечутся. Подойти хотят. Да как будто мешает что-то. Все поскуливать начали. Я в ту сторону смотрю. Нет никого. Только чувствую резко холод пронзительный. А волки прям видят кого-то приближающегося. Скулят. И в один момент как рванут со всех ног. Я посидел-посидел. Домой идти не решился. Сильно нога болела. Я ее рубахой перевязал. И пошел к могиле своего деда. Лег на лавку поминальную. Спасибо, говорю, не знаю кому. Просто спасибо. Может и деду своему. Страха не было. Да и склонен я к тому, что надо бояться живых, а не мертвых. Да и уснул там. Проснулся от того, что замерз. Утро раннее уже было. Нога почти не болела. Пошел домой и думаю. Кто же все-таки их прогнал? Что вообще волки так близко к деревне подошли? Зайцы что ли в лесу кончились? Первая встреча с неизведанным Моя первая встреча с неизведанным произошла в мои школьные годы где-то в середине 2000-х годов. Жил я в то время в поселке городского типа развлечений особо никаких не было и в большей степени мы развлекались общением со сверстниками плюс-минус пару лет. Я участвовал в эдаком кружке по интересам любителей страшных историй и мистики. Это все преамбула, а вот и сама суть истории. Наступил этот день, пятница 13-е, полнолуние и мы как любители мистики не могли этого пропустить. Вечером было решено совершить поход на кладбище, дабы пощекотать себе нервы, проверить смелость, а заодно посмотреть на выделение газа. Ночью это очень красиво выглядит, будто маленькие разноцветные искорки бегают по погосту. Путь до кладбища занимал около пяти минут, и мы провели его в рассуждениях о всяких страшилках и попытках найти в них рациональное зерно, дабы развенчать мистику. Эдакие Шерлоки Холмсы с мистическим уклоном. Когда мы подошли к кладбищу, нам стало ясно, что газ будет лучше видно с возвышения, которое являли собой холмы, которые находились неподалеку от кладбища, метрах в трехсот пятидесяти. Когда мы двинулись туда, один из друзей решил пошутить. Для этого ему понадобилось только положить руку на плечо впереди идущей подруги, так как адреналин в крови-то поигрывал. Девушка подпрыгнула где-то на полметра и издала истошный виск. Выглядело это, на наш взгляд, забавно, и до холмов мы добрались в приподнятом настроении, травя байки об оборотнях, отдавая дань полной луне, красиво висящей в безоблачном небе. Поднявшись на холм и любуясь перескоками искорок, я заметил странную олеющую точку слева от кладбища. А нужно заметить, что там имеется небольшая посадка, но также имелся чистый от растительности промежуток, как бы полянка с единственным деревом посередине. И вот под этим деревом и появился этот огонек. Я сообщил об этом друзьям, приняв огонек за сигарету и решив, что там остался наш шутник, единственный из нас курящий. Кто-то из друзей решил его окликнуть. После возгласа, «Жень, иди сюда, ты что там забыл?» Женя вышел из-за спины кричавшего. Там был явно не он с сигаретой. Так мало того, что за маньяк будет курить ночью на кладбище, это вообще была не сигарета, так как после возгласа товарища точка разделилась на две. И выглядело это так, будто некто со светящимся алым светом глазами смотрел в сторону, а потом медленно повернул голову на звук. После того, как эти глаза моргнули, мы с криками ужаса быстро-быстро побежали в поселок и больше ночью туда никогда не ходили. Можно было бы подумать, что это какое-нибудь животное, но загвоздка в том, что высота глаз была на уровне человеческих, да и силуэт под деревом, заметный в лунном свете, был гораздо крупнее даже овчарки. В общем, рационального объяснения этому я не нашел. И до сих пор, вспоминая этот случай, у меня по спине пробегают мурашки. ОДЕЯНИЕ ПОКОЙНИКА Начну издалека. Так уж вышло, что когда я была маленькая, до школьного возраста, дома у нас была больная бабушка, мама отца. После аварии, практически привязанная к постели, в переносном смысле, разумеется. Ходила с трудом и вставала только в туалет, и то при помощи родных. Рассудок был тоже затуманен. Она обычно ориентировалась в реальности, но иногда принимала своего сына за своего отца, а то и вообще никого из нас не узнавала. Истории странные рассказывала, бывало чудила. Под одеяльники и одеяло ножницами кромсала, таблетки свои в окно выкидывала, оттого начали все прятать от нее. Моя мама ухаживала за ней как за родной, даже в материально трудные времена не жалела ни денег, ни лекарства, ни сил на уход. При том, что работала, и дома были еще двое маленьких детей. Всегда разговаривала с ней, массаж делала, чтобы не было пролежней на теле. Но бабуле с каждым днем все хуже становилось. Старенькая была, совсем больная стала, да и сама она понимала, что и недолго осталась. В связи с этим, она сообщила моей маме, что хотела бы, чтобы ее похоронили рядом с ее покойным мужем, в ее любимом розовом шерстяном платье, с белым воротничком и манжетами. Мама это платье приготовила, оно висело в бабушкиной комнате в шкафу, дожидалось своего часа. Когда бабушка умерла, к нам домой приехали ее дочь и сестра. Они изъявили желание лично помогать с похоронами. Тогда моя мама показала им платье, то самое, в которое нужно одеть покойницу, а сама уехала за какими-то справками, обычная бумажная волокита. Вернувшись обратно, увидела, что одели умершую в зеленый костюм и белую блузку, и лежит она уже в гробу, похороны через час. Моя мама начала спрашивать, мол, почему платье не одели? В ответ же она услышала, да мы решили в новый костюм ее одеть, она так и не успела в нем никуда сходить, куплен был накануне роковой аварии. Мама не стала спорить, да и переодевать времени не было, переодеть не так-то легко ведь. На девятую ночь после похорон, к моей маме во сне пришла бабуля голая, и плача сказала, что плохо ей там, холодно совсем. Подобные кошмары мучили маму по несколько раз в год в течение лет семи. Она говорила, лучше бы задержалась и переодела ее, пусть и опоздали бы, чем чуть ли не каждую ночь страхи спать ложиться. Потом, через какое-то время, кто-то из подруг посоветовал ей взять это платье, хорошо, что не догадались выкинуть, и отнести на кладбище, положить на могилку и прощение попросить, что последнюю волю не исполнили. Так мама и решила поступить. И вскоре к маме опять пришла бабушка во сне, буквально через пару дней, и сказала, спасибо тебе, Наташа, теперь мне хорошо тут, я тебя простила. Больше с того момента бабушка ей во снах не являлась. Посадила, блин, цветочки. Муж мой работает бурильщиком, вот он мне и рассказал эту историю. Произошло это где-то в конце 2000-х, на тот момент их бригада работала еще у нас в Татарстане. Далее с его слов. В метрах 200 от нашей буровой находилось сельское кладбище. Сразу оговорюсь, что не заброшенное. Обычное такое кладбище. Начало лета, красота, солнышко светит, птички поют. В общем, ничего не предвещало беды. Отработали свою вахту, разбрелись по вагончикам. Кто сразу спать завалился, кто киношку на ноутах смотрел. Я же лежал, читал книжку. Значит, занимаемся своими делами. Где-то ближе к полуночи слышим стук. Ну, думаем, кто-то к поварихе за чаем пошел или сигаретами. Но что странно, стук не стихал, а наоборот, становился все громче и настойчивее. Столовый вагончик, где жили повара, располагался сразу после нашего. Лежим, значит, притихли. Ждем, когда там в конце концов соизволят впустить запозднившегося просителя. Минут 10 ждали. Потом Володе, самому старшему из нас, надоело слушать этот стук. И он собрался пойти проверить. Пара ребят решили присоединиться. Мало ли, вдруг помощь какая нужна будет. Или случилось что? В конце концов, собираться стали всем вагончиком. Шесть здоровых мужиков, это уже не шутка. Пока собирались, слышим. Стучат уже к нам. И что странно, не в дверь, а по стенам. У Володи, видимо, терпение лопнуло, и он заорал. Типа, вы что там? Совсем уже с ума все посходили. Людям на работу с утра. А вам лишь бы шутки пошутить. И началось. Вагончик начало трясти. Входная дверь хлопает, как от сильного сквозняка. Слышим в столовом вагончике такая же конитель. И повариха вяжет похлеще поросенка во время забоя. Выскочили на улицу, и резко все стихло. Решили покурить. Нервишки, так сказать, успокоить. Тут смотрим Шамиль, один из наших помощников бурильщика. Побледнел весь, трясется и под нос себе что-то по-татарски бормочет. Пихаем его. Типа, ты что, привидение увидел? Он молчит и показывает нам в сторону кладбища. Поворачиваем головы. А там действительно оно, привидение. Сказать, что мы были в шоке, это ничего не сказать. Ломанулись, как дети, маленькие к поварихе. Дверь открытая. Сама Наташа в углу сидит. Сжаласься, молится и рыдает. Кое-как успокоили ее. Спрашиваем о том, что здесь произошло. Ничего нового она нам не рассказала. Так же стучали. Спрашивает, кто? Молчат. Потом вагончик начал ходуном ходить. В общем, все как у нас. Нагрела она нам чая. Отблагодарить спасителей. Сидим, стресс закусываем. Выясняем, что это вообще было. Интересуемся у Наташи, кто на кладбище из наших ходил. Может, видела кого. От ее ответа мы всей толпой просто выпали в осадок. Нет, ребят. Когда я туда за землей для цветочков-то ходила, не было никого из наших. И на пакет с землей показывает. Володя взвыл, как раненый зверь. Дальше пошли такие слова, смысл которого все бабы-дуры посадила цветочки на свою голову. С этими словами схватил пакет и ушел. Через полчаса вернулся. Сказал, что землю вернул хозяевам. Извинился перед ними и ушел. После все, у кого нервы покрепче были, спать ушли. А мы с Шамой и Наташей остаток ночи просидели, прислушиваясь к шорохам и пили чай. Редактор субтитров А.Семкин